Я думаю, ролик будет сегодня тоже хороший. Начинаем. Возьмем до 15-го водителя. Надо все перебирать. Все перемешиваем, реже и прослушиваем. Сколько, Матрос? 5 минут максимум. Нет даты изготовления. Заготовлено 22-го числа, срок годности 12 часов. Упакован 22-го? Да. Срок годности какой? 10 дней. 12 часов. 12. Срок годности 12 часов. Срок реализации 12 часов. С момента вскрытия 10 часов. С момента вскрытия срок реализации 12 часов. Здесь даже 21-го числа есть все. Мы просрочимся, получается, 22-го. Я только на смену пришла. Это претензия к моей напарнице. А вы вчера работали? Я вчера не работала. И фасовка вчера нет. А 23-го числа вы работаете? У меня выходной. Суббота, воскресенье. Пятница, суббота, воскресенье. Ну, дальше работаем на четвертую, на среднюю. А вот этот сыр, что будете с этим делать? Вот с этим сыром? Этот сыр я буду уценять. Уценять? Да. Это как понять? Ну как, будет 50%. Чем отличается от другого сыра? Почему уценять? Ну, так, по-своему. Сейчас пойду посоветую с директором. Он скажет, что ценят и ценят. Почему ценят, я так и не понял? Потому что строки подходят. Годин до 10-го, 12-го. А можно посмотреть. Годин до 10-го, 12-го. Изготовлено 26-го, 09-го. Упаковано 26-го ноября 16-10. Ну, то есть я так правильно понимаю, вы просто, ну, перепакуете. Вот я его уценю. Ну, переупакуете. Почему? Я не буду перепаковывать его. Здесь срок годности. Я его сейчас... Не, ну, у вас будет новая дата упаковки, правильно? Ну, не знаю. Я думаю нет. Говорит, 10 суток срок годности, даже по вашим словам. Упакована 22-го, а будет до 1-го января 23-го года. Будут уценять этот сыр, который, по их логике, имеет срок годности еще нормальный. Ну, только он нарезан был очень давно и расфасован. Ну, то есть просто перепакуют. Что делаете? Средо сделаю. А зачем? Противо было? Красиво. И как часто вы срезы делаете в течение дня? Ну, понятно. Там с утра или в течение всего дня? С утра и потом в течение дня, естественно. Что же делать? Тогда к концу дня уже в полусы ничего не останется. Ну, мы же не килограмм спереда отлетаем. А, тоненький стоит, да? Ну, ладно. Ну, ладно. То есть мы придем, допустим, через часик, она будет такая красивенькая, незаветренная. Ну, там в апреле. Проверим. 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 Будут дать? Я вам дать на течение. Хорошо. Проверим. 21 позиция на сумму 4853 рубля 79 копеек. Отмените. 300 рублей тебе даст. А, даже скидку дало. Смотри, на просрочку. 3318, .99. Проверим. Ну, так, попытку сделаем. Да, все купили, походишь. Кроме и крем. Надо отдать им здесь без маркировки, а здесь нейтральная маркировка. ты успокойно на камеру попробуем если не понравится вернем ты чё дверь трогаешь не обалдел ты чё дверь открываешь ты чё дверь открыл у меня слышит и дверь какой ты кто открыл ты кто вообще такой в этих давай показал бы с удостоверение удостоверение принеси сюда давай неси удостоверение это стукаешь мне по локтю орел все это не два раза запорол по локтю стукнул а что случилось если мы выкупили тебе надо чек показать ну давай удостоверен нет противозаконное основание есть основание подозревать нас в чём-то или чё чё но они в пробитие называю полицию тогда будем досмотр устраивать или ты хочешь меня досмотреть тогда тогда чё ты мне трогаешь машину меня по локтю стучишь хочешь сильно хочешь я знаю что ты хочешь еще уголь ломониться не можешь что тебе надо еще сделать что ты уже улетворился тебе мало было предыдущей встречи со мной полицию вызываю и нет никаких проблем не причинена боль что там 611 до появления побоях конечно только сели а за три витой прям по локтю мне прям по нерву знаешь как больно как этого человека зовут который подошел с тобой а зачем он меня ударил будете задавать ему эти вопросы но вы же соучастником были ну группа лиц я так понимаю по предварительному сговору открыли машину начали стучать двери зачем ты постучал по чужой машине что нельзя по голове конечно нельзя конечно нельзя у тебя есть машина давай я пойду постучу постучать без проблем так можешь по голове сразу постучать у тебя что голова что машина одно и то же предоставьте пожалуйста андрюшка глухой удостоверение частного стране сейчас подойдет сотрудник мужчин с безопасностью вам все покажет нам подошел удостоверение я подошел потому что вы вынесли удостоверение еще раз обязан по закону о частной охранной деятельности обязан предоставить удостоверение предоставляйте пожалуйста значит у вас будет записано заявление и по следующим возможным решениям будете уже дворником день можно замечать полицию вызывай гбр что на твой гбр гбр такой же как ты подъехала полиция здравствуйте вызывал наряд полиции здравствуйте прекрасно с кем не общаться кто старший с кем общаюсь патрульно-постовая служба марши митякова значит смотрите я сделал заявление в полицию о совершении в отношении меня побоев без причине никакого либо вреда а значит мы совершили покупки подошли двое мужчин а значит открыли машину и два раза меня ударили дверью пару по локтю это все было заснято на видеокамеру могу продемонстрировать хорошо ставлю на паузу да вот этот мужчина причинил мне побои физическую боль ударил меня дважды дверью автомобиля по руке в смысле что как-то как-то что перестаньте перестаньте раз хрест два хрест перестаньте да ничего все нормально все мы уничтожили чертосрочные продукты сейчас будем сделать возврат он сделает возврат это при вас будет мы порвем целых мест на упаковке чтобы не было проблем есть ассортимент в этом чеке да товар мы уничтожили товара нет а вы сами уничтожили 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 при возврате товара подвергнут денег за просроченный товар поддавец неправе стяжать стоимость нефтичную либо помощь украшения понятно но товар ребята мы должны были вместе уничтожать с вами вы нам помогаете я должен с вами что-то делать а мы вам помогаем вы ничего не попутали женщины я я ничего не путаю нет абсолютно нет человек принес домой товар употребил его отравился а потом он должен с вами что-то уничтожать вы бы извинились и вернули деньги и без лишних разговоров мы вам сейчас все это сделаем так не снимите резину мы сделаем вам сейчас возврат и извините так делай желательно на видеокамеру ваш чек первоначальник и ваш возвратный чек чтобы проконтрализировали чтобы вам вернулся деньги и еще мы вам вносим извините они большие и большие извините простите но есть что исправится да конечно будем справляться будем стараться это наша работа мы должны исправлять ваши ошибки потом в будущем может вы передадите мы ждем извинения еще в службе безопасности который ударил когда мы своим коллективом всем нашим большим коллективом дружим приносим вам большие извинения простите нас пожалуйста Денис у меня такой вопрос поедем в следующий магазин и либо здесь покажем те замечания которые мы не устранили он нам покажет вы их при нас устраняете если вдруг приходим мы они повторяются выжимаем полицию участкового все снимаем все в рамках закона пожалуйста как бы вы тоже пришли пришли рано я как бы видела что вы пришли да мы рады что вы нам помогли может быть в какой-то мере что-то мы не успели до утра это все было да может быть если бы будем думать как график работы делать сотрудников может кого-то выделить раньше чтобы не было вот такой вот можно я пару слов Татьяна Анатольевна вот смотрите когда речь идет об устранении просрочки это одна история когда ваш работник на видеокамеру говорит о том что он фактически перевасовывает сыр любой товар который в нарезку продается должен быть нарезаться в таком количестве который должен быть продан в течение рабочего дня но не более 12 часов понимаете вот если вы колбасу нарезали колбасу нарезали сыр нарезали вы так если вы это понимаете вы должны продать не позднее чем через 12 часов и утилизировать если вы не успели списать да но у вас этого не происходит вы нескромно пишите упаковано допустим ну допустим 26 сегодня 28 да да то есть два дня это явно не 12 часов этот сыр лежит на прилавке я спрашиваю продавщицы что вы будете с этим сыром делать я посоветую с директором на эту цель я буду ценить ценить да это как ну как будет 50% почему а почему он чем отличается от другого сыра почему ценить ну так сейчас пойду посоветую с директором он сказал что делает ваш работник она берет колбасу которая в нарезке уже давно лежит заветрилась и срезает вот этот вот слой ну делает видимость что вот буквально но недавно естественно эта колбаса не имеет никакой маркировки ничего не имеет то есть вот эта вся нарезка колбасная не сырная колбасная точно так же лежит более 12 часов что делаете а зачем и как часто вы срезы делаете в течение дня при нарезке никакие стикеры не ставятся когда она разрезана это тоже возьму внимание если же девчонки ну вы же знаете что так нельзя почему ваши работники этого не знают доведем до девочек все доведем до своих сотрудников если кто-то что-то не понял бывает такое все мы это человеческий факт правильно вы профессионал и вы отвечаете за своих работников и поэтому они должны делать работу качественно и никакие отговорки я только на смену пришла это претензии к моей напарнице что я только вот недавно пришла на работу я вчера не работала и так далее я не знаю что там у них произошло у вас про сыры например такой информации от нас не было этому сотруднику мне надо пообщаться с сотрудниками и тогда уже хорошо я надеюсь вы приняли информацию естественно вы знаете что если как бы мы об этом говорим мы рано или поздно придем и проверим эту информацию ну мы вас не первый раз видим так что я думаю что ну естественно еще и не последний раз да вы приняли во внимание что продукция в нарезку должна реализовываться не более 20 часов сотрудниками магазина будет проведена еще раз сделаем 5 минут все будет объяснено все Натяна Анатольевна спасибо что вы слушали надеемся что будет исправлена ваша ситуация я надеюсь что в следующий раз вы придете и уйдете спокойно я тоже надеюсь пересмотрим график чтобы пораньше чтобы не было вот такой вот я сейчас не про просрочку говорю я про реализацию я тоже я тоже как покупатель либо покупатель я тоже сама хожу в магазине я тоже могу своего ребенка отправить в магазин правильно он тоже это я взрослый человек мы ходим в другие тоже магазины другие сети да необязательно в наших перекресток и в магниты и так же ребенок может прийти и мне тоже стыдно потому что у меня тоже есть дети которые могут прийти не посмотреть на срок правильно а может такой вопрос вот работники охраны контролеры они находятся вашем непосредственном подчинении не находится хорошо если допустим жалобу подавать на этих работников она подается вам то есть они существуют отдельно от вас ну понятно но все равно как-то какие-то регламенты у вас должны быть по взаимодействию просто смотрите вот сейчас произошла такая ситуация мы выявили просрочку приобрели ее вышли сели в машину подошли два человека это понимаю что это работники этой охранной организации и просто совершили проникновение попытались по крайней мере это сделать в автомобиль открыли дверь и дважды дважды этой дверью хлопнул меня по руке понимаете это я выложу это вообще как бы нормально почему они себя так ведут вы должны как-то с ними это ненормально я считаю что вот так может быть вы служебную записочку напишите о том что как бы поменяйте работников в этой организации охраны потому что такие работники не имеют права работать потому что они подходят покупателями себя так ведут не представился ничего и совершил те действия которых я сказал я знаю что вы вызвали милицию полицию но потом конечно мы вызвали полицию с ними будет тоже естественно это все будет из нашего руководства мы сообщим что была такая данная ситуация так может быть стоит поменять работников потому что вот этот вот мужчина не помню как его зовут он извиняюсь за выражение второй раз уже себя ведет неадекватно по отношению со мной его два раза всего лишь видел второй раз он меня ведет неадекватно один раз он на софе пировской тоже ролик об этом выложен ну извиняюсь за выражение сексуально ко мне домогался понимаете по крайней мере я так оценил ну я тоже надеюсь что это не неправда что это он так шутил невозможно даже давайте я думаю что вышестоящий руководство есть она все решает правильно это не просто вот не директор а я дм понятно может быть она вам больше я конечно могу узнать какие наши действия далее завтра она будет работать дальнейшем начинку так ладно можно что мы можем сделать потому что мы тоже там приходишь как покупатель приходите я тоже могу другую сеть какие-то там нет но я как покупатель да мы входим магазин для чего мы приходим оставляем свои деньги мы хотим чтобы нам так относиться сейчас все так дорого стоит что знаете платить за товар который стоит такие сумасшедшие деньги и он оказывается некачественно очень плохо что я прихожу в сеть который я оставляю свои деньги которые я заработала естественно я хочу чтобы отношение ко мне было достойным тайм потому что я сегодня пришла завтра на этом делают свою зарплату уже правильно я доведу до директора да она до выше своего стоящего и будет это решать вопрос почему может быть там выговор я не знаю что будет я не буду ничего говорить просто с моей стороны будут проведена информация да ну не знаю работниками вы поговорите а я думаю что насчет той охранной организации которая здесь работает с которой заключен договор должны быть какие-то все-таки орг выводы сделаны надеюсь что не сделает выводы потому что мы же не заключаем перекресток не заключает они к нам не относятся просто смотрите вот я мог бы спровоцироваться я просто человек достаточно такой могу я импульсивно но я могу себя сдерживать просто другой на моем месте мог бы тому человеку который открыл чужой автомобиль и баллончиком в глаз брызнуть там и ударить ну в чем угодно может быть зачем вы имеете право делать что хотите как домой ко мне давно никто не может дойти с ней не пущу я как бы понимал что как бы этот человек скорее всего из магазина не смотря что не представился поэтому в принципе угрозы я от него не ожидал там что он там ударить меня или тому подобное но все равно неприятно когда открывает автомобиль тебя стукают этой дверью ну если такое было я хочу свои личные изменения за него воды не надо принести вам извинения что данная ситуация вообще сложилось нашем магазине что некорректно конечно поведение я думаю полиция разберется и все спасибо вам большое что выслушали сделаем свои выводы максимально что в следующий раз пришли уже даже если с камеры без камеры чтобы не было вот такого что в принципе небольшая смогу самой дети неприятно как бы да есть мой ребенок тоже послала за лимоном он взял этот лимон да он прозрачен мне тоже было бы все спасибо большое всего хорошего спасибо до свидания предупреждение китайское сделали потом проверим а вы кто а Субтитры подогнал «Симон»